приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке 8 марта обязательно съешьте кусочек хлеба солью и скажите эти магические слова деньги обязательно появятся в вашей жизни друзья 8 марта православная церковь чтит память священномученика поликарпа смирнского народе этот день известен еще как поликарпа в день сам священник поликарп родился в малой азии около 70 года и при жестком гонение христиан он признавал свою веру в иисуса христа за что и был приговорен к ужасному сожжению на костре останки мученика горожане с почестями увыковечили великий великой и могучей земле у народа в этот день заканчивался сезон свадеб если заглянуть в давние времена то практически единственным способом обеспечения благосостояния семьи считалось сельское хозяйство и на протяжении большей части года простые люди были заняты посадкой урожая а затем его сбором и подготовки к зиме с осени на зиму наступал период когда работы становилось значительно меньше по этой простой причине данное время года стала пользоваться особой популярностью для проведения свадебных торжеств гуляний и сватовства а ранее весной простой люд выходил на подготовку почвы на огороде так как знали что это залог получения богатого урожая осенью а девушки в этот день которые не успели выйти замуж начинали тосковать и прятать print приданное в сундуке и чемоданы до лучших времен или следующего сезона венчание и свадебных гуляний также 8 марта в старину очень любили проводить обряды связаны с привлечением и заманиванием женихов с раннего утра молодые девушки не отходили от печи и заводили опару на пироге и как только они увидели что тесто начинало подниматься брали наперсток которые использовали при шитье приданного три раза набирали кислое тесто и при этом проговаривали сло определенные магические слова на любовь определенного мужчины а уже из кислого теста девушки пекли столбу пироги булочки которые брали вместе с собой на различные праздники гуляния и посиделки с другими незамужними девушками ранее в этот день люди пристально смотрели за поведением птиц они верили что если грачи активно вьют гнезда с южной стороны дома или в саду на деревьях то ли это будет холодным и сырым а если сорока будет прятаться под крышу вашего дома то в скорее стоит ждать лютой метели если же уже был туманный день будет дождливое лето а это как известно плохо сказывается на посадке а последствия могут и вовсе привести к их гибели если с крыши свисают длинные и толстые сосульки то это было на урожай яровых а если просто длинные то весна будет затяжной лето будет дождливым и наоборот если с березы течет много сока лето будет мокро если с ним будет сильно таять в этот приятный день стоит отказаться от мяса ранее люди говорили что употреблять его 8 марта просто запрещено ведь это даже хорошо так как чрезмерное употребление мяса отрицательно сказывается на вашем организме и здоровье а из-за чрезмерного употребления животного жира на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки что приводит к атеросклерозу а ученые из великобритании сообщает что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 13 процентов у людей которые хотя бы иногда отказываются от мяса в пользу например рыбы и обязательно не забывайте о натуральных молочных продуктах также для здоровья вашего мозга рекомендуем к этому съесть несколько яиц что помогает компенсировать нехватку питательных веществ стоит в рацион добавить и немного салата он поможет разбавить ваш вкусный стол и помочь вашему организму правильно и быстро усвоить пищу не забывайте и про водичку употребляйте пол-литра как минимум в день для общего состояния подойдут витамины омега витамин c и цинк пропейте месяц этот курс и ваш иммунитет обязательно отблагодарит вас также категорически запрещено 8 марта было убивать пауков издавна считалось что появление в доме паука сулит хозяин какое-то важное известие или даже приятный подарок поэтому убить паука сначала лишить себя возможности узнать о чем-то значимым и важным или получить какой-то приятный презент по рассказам наши предки могли наделить паутину паука лечебными свойствами а тому кто убьет паука обещали скорую болезнь в целом комнатный паук не принесет вам вреда поэтому не переживайте и не вздумайте убивать его а еще в незапамятные времена верили что паук защищает ваш дом от злых духов и потайных сил и его убийство навлекает на дом всевозможные беды и несчастья поэтому не стоит нервничать за паутину или паука на ней у вас в доме это до сих пор почитается как символ достатка и благополучия поэтому убив паука в отнимите у себя шанса разбогатеть так гласит народная примета существует такая примета что в поликарпа в день девушкам не стоит находиться в сугубо женском коллективе иначе грядущий год не получится выйти замуж а мужчинам и парням свою очередь категорически запрещается в этот день грубить дамам а уж тем более вести себя неподобающе по отношению к ним из этих народные приметы пошел праздник который мы все так любим и уважаем а именно день женщин который празднуем из года в год 8 марта мы уже предупредили вас о том что не стоит грубить сегодня дамам и вести себя непристойно предложите лучше вашей любимой даме провести отличное время закажите столик в ресторане или приготовьте вкусный ужин у вас дома подарите цветы ли сделайте подарок своими руками действуйте неординарно удивите ее и ни в коем случае не заставляйте вашу девушку напрягаться ли что-то делать в такой прекрасный волшебный день а самой женщине в этот день лучше провести в кругу мужчин а вот сны в этот день могут сбываться в процентном соотношении 50 на 50 друзья как мы и говорили сегодня достаточно интересный волшебный и необычный день во-первых сегодня у нас с вами 8 марта поздравьте пожалуйста милых добрых любимых женщин со сны марта подарите хотя бы один тюльпанчик милый подарок пусть это будет какая-то формальность но ведь приятно получать деньги правильно ну а для того чтобы денежки ваши росли возьмите сегодня в любое время 8 марта посолите кусочек хлеба и скажите следующие слова зерно в землю упала ростком взросло голосом зазолотилась хлебушком оборотилась как в полях волю хлеба таки денег у меня до неба как хлеба растут колосятся так и денежки мои растут прибавляется во имя отца и сына святого духа аминь после этого хлеб съешьте с удовольствием до крошки только пожалуйста возьмите хлеб именно кусочек именно не отрезать нужно а именно отломать это очень важная деталь ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 8 марта 2022 года по лунному календарю сегодня у вас 6 7 лунный день растущая луна в знаке зодиака телец вы знаете сегодня день покоя и смирения он не подход для напора и активных действий не ждите неожиданных событий сегодня прекрасный день для завязывания знакомств построение новых планах в рамках задуманного в начале лунного цикла также день хорош и для поимки преступников обращаем ваше внимание что сегодняшний день позволяет человеку напитаться положительной энергией почувствовать себя намного бодрее и сильнее приобщение к неземной энергии позволит вам постичь многие прописные истины которые раньше были недоступны для понимания именно в этот день 8 марта отберите зерна от плевел постичь где правда а что было ложью интуиция телепатии чувствительность все это может максимально обостриться пророчества и предсказания данные в этот день имеют больше шансов сбыться чем любое другое время об этом говорит один из символов этого дня облака которая трактуется как пророк открыватель божественной истины также сегодня уважаемые наши подписчики слушатели 8 марта рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами не ряпшите на жизнь обстоятельства близких потому что любому недовольству сейчас просто не время принимайте все таким как есть что же касательно денег бизнеса то обращаю ваше внимание по лунному календарю руководство будет настроена к подчиненным по-доброму клиенты также будут расположены благоприятно во многих сферах можно сегодня достичь успеха вы можете подумать и о важном проекте о том как достичь цели получить желаемое сегодня предоставляется прекрасная возможность проявить свои умения и таланты сегодня удачный день для научных исследований и групповой работы день благоприятен для решения материальных и денежных вопросов для работы и бизнеса но при этом сегодня не стоит давать деньги в долг что же касательно стрижки волос то этот день когда нужно без лишних раздумий сказать решительное нет стрижкам укладкам наращиванию всему что касается волос этот день не подходит для визита к парикмахеру все вышеперечисленное не принесет вам пользы и скорее всего ослабит и заберет энергию ваших волос волосы будут казаться безжизненными а стекущиеся кончики неприятно напомнят о себе если у вас возникла идея начать оздоровительный курс то делать этого сегодня не стоит вы просто потратите ваши деньги к сожалению впустую пренебрегая этим простым запретом вы рискуете вместе с волосами потеряйте свое здоровье несмотря на все это день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями окраска волос знаете что волосы сегодня лучше не красить это может расстроить ваши отношения с коллегами также сделайте сегодня строгую прическу и зафиксируйте ее лаком этот день богат на бурные эмоции многим даже захочется побыть в одиночестве чтобы привести в порядок свои разгулявшиеся чувства эмоции не будут негативными просто их количество будут зашкаливать и возможно даже не поддаваться контролю но сегодня предпочтительно не одалживать не деньги не вещи обращая ваше особое внимание иначе вместе с одалживаемым добро будут забраны покой и удача дарителя обязательно простите внимание именно на этот момент